Всем привет, меня зовут Анна Карпеева, и это прогноз для вас, дорогие весы. Ну что, вы готовы? В следующем месяце будет затмение, а в этом месяце ничего не будет. В этом месяце будет петля Меркурия, поэтому внимательно послушайте этот прогноз, потому что петля Меркурия произойдет в вашем доме партнерства. Скажите, весы, вы уже определились наконец-то или нет? Вы уже сделали свой выбор? Вы уже ответили да или нет? Что там у вас вообще в отношениях происходит, весы? Скажите мне, пожалуйста, то да, то нет, то туда, то сюда. Ну, я не знаю, ставьте лайк у кого точно так же, потому что то, что вижу я с помощью планет, которые просто уничтожают вашу систему мозга и вашу... Вы же любите, чтобы все было идеально, вы же любите, чтобы все было прекрасно и хорошо, и без напряга. Так почему тогда все сложно, скажете вы? Сейчас будем разбираться. Смотрите, в этом месяце Меркурий не ретроградный, но он будет ретроградным в апреле, в следующем месяце. Но 19 марта Меркурий входит в петлю. Что такое петля? Если планета проходит один и тот же путь в ретроградном движении, то есть дважды он входит в определенный градус, проходит, потом возвращается в этот градус. И считается, что когда планета вот туда-сюда ходит, она находится в петле. То есть, перевожу на человеческий язык, события уже могут формироваться с того момента, когда планета вошла в этот градус. А это 19 марта. То есть, начиная с 19 марта, для вас эта тема взаимоотношений, начинается неразбериха, начинается путаница. Что происходит вообще? Что происходит в принципе вообще в вашей жизни? Вы будете задаваться этим вопросом. Потому что ретроградный Меркурий, он как раз таки, во-первых, бывшие входят в вашу жизнь, как вариант. Вы расстались со своим партнером, а он говорит, давай вернись ко мне, давай будем вместе все-таки. Или все бывшие вам сразу написали, и вы как бы не знаете вообще кого выбрать, что делать, вообще непонятно. Следующий момент, это всегда говорит о том, что вы начинаете сомневаться. Значит, вы сидите напротив своего партнера и думаете, что ты мне, короче, вообще не подходишь. И тут приходит сообщение от того, кого давно знаете, и очень даже неплохо. И вы говорите, давай расстанемся. Поскольку по вашему знаку сейчас входят затмения, и они как бы все, и тем более 25 марта, 25 марта произойдет полнолуние в вашем первом доме. И это говорит о том, что тема отношений, их завершение, принятие решения, а мы вместе или мы расстаемся, будет вами принято вот уже совсем скоро в течение месяца. Новолуние 10 марта произойдет в знаке рыб. Для вас это шестой дом. Это дом работы, рутинных обязанностей. И, о боже, зачем мне вообще чем-либо заниматься? Поскольку у вас рыбы находятся в шестом доме, это говорит о том, что рутинные обязанности, и вы, это вообще два противоположных лагеря. Какие рутинные обязанности? Ваши рутинные обязанности по рыбам – это мечтать, фантазировать, быть в иллюзии, любить животных, находиться в состоянии блаженства и поиска себя. Поэтому здесь у вас может появиться новый этап, там, где вам нужно будет взять на себя какую-то ответственность, либо проделегировать другому. То есть убирать не хотите, наняли уборщицу, садовника или кого-то можете нанять. Также уделите внимание собственному здоровью, потому что это всегда говорит о том, что я принимаю решение начать новую жизнь, поскольку в отношениях вообще ничего не понятно. Я вообще вот сижу ничего не вижу, потому что южный узел ходит у меня по солнцу. Я как будто бы чего-то не замечаю, не понимаю, что вообще происходит. Сяду-ка я на диету, буду налаживать свое питание, потому что вообще вот эта ось, она у вас связана с питанием. То есть как вы питаетесь, также это связано, ну рыба это еще, и знаете, кто-то может примет решение уйти в загул бухать от того, чтобы вообще, как бы так ничего не вижу. Ну в общем, как-то оно рассосется, когда я выйду из загула. Я не знаю, весы, вот может быть вот так вот, да, у вас. Также это формирование новых каких-то целей, связанных с вашей работой. Это может быть, вы решите о ком-то заботиться, новые подопечные у вас могут произойти, новые люди, которые будут на вас работать, тоже могут в вашем окружении появиться. А полнолуние 25 марта, оно, это не новое, это не новое, это завершение вас, завершение в вас. Вы как будто бы, знаете, отстраняетесь от своего эго, ваше эго растворяется, ваше эго растворяется, и вы переходите в новое какое-то состояние. Но это еще не конец, только начало пути, и планета-управитель ваша, Венера, она будет находиться до 10 марта в знаке водолея, а это дети, творчество, любимые люди. Это такая игра, то есть вам вот что-то хочется, хочется создавать, хочется творить. А начиная вот после новолуния 10 марта, как будто бы вам захочется, может, пострадать немножко, но вот доля страдания у вас будет за какое-то заточение. Вам захочется уединения, помедитировать, я не знаю, поставить свечу, сожрать айаваску и отправиться в какие-то другие путешествия, я не знаю, свои мечты какие-то. То есть здесь такое желание раствориться, точно не активности какой-то, не принятие решений, хотя будет очень хотеться принимать, да, решения какие-то, но как будто бы эти решения не зависят от вас. И самое лучшее здесь будет действительно уйти как будто бы в такие внутренние ощущения, поиски себя. Вот знаете, оно все как будто бы и без вас сложится, без того, что вы будете активничать. Ну, в общем, расслабиться и получать удовольствие. Вот, и уделить внимание работе, но эта работа, она у вас связана с тем, что вы приносите какую-то пользу людям, даже с благотворительностью, да, то есть сделать что-то для других там, помочь кому-то. И в этом будет ваш ресурс, вы там найдете ресурс и все будет у вас супер. Планета активности и раздражения и мотивация для вас, она ходила тоже по пятому дому, то есть это могли быть, кстати, заботы о детях, о людей, которых вы любите, какие-то творческие проекты, что-то вы там в онлайне, может быть, создавали, делали. И под конец марта эта планета переходит у вас тоже в шестой дом. Во-первых, это болезнь. Смотрите, это может быть по-разному у вас проигрываться. Конечно, медитация, это все прекрасно, но может вылезти какая-то болячка под конец марта. Делите внимание своему здоровью, то есть вы можете, а с чем у вас это может быть связано? Эта ось у вас, дева рыбы, она связана с вашим вообще общим состоянием. Все весы, они такие типа, мы же такие вместе, мы же такие, мы же все такие хорошие, и вы и там хорошие, и там хорошие, и везде вы такая хорошая. А тема вот этих домов, она отвечает за структуру, как бы, да, поэтапную, какие-то бытовые дела, вопросы, которые вы не хотите решать. И скорее всего из-за того, что вы просто отстраняетесь и не захотите решать, либо вот, знаете, как внутренний протез от того, что вот на вас навалилось, а вы не хотите этого делать, может вылиться в здоровье. То есть когда вот вы не хотите принимать какие-то решения, которые земной жизни, знаете, вам лучше полетать в облаках, а вы вот, и вы не хотите. Из-за этого, если вы действительно, у вас под конец марта будет это проявлено, да, там, ну, начало апреля, будет это проявиться как какая-то болезнь, то просто вам совет, вам придется принять какое-то решение. И не скидывать себе ответственность из-за других, на другого, да. Это был прогноз для весов на март месяц. До встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok